Свет увидел второй номер всероссийского альмонаха Увыцкое водохранилище. Год назад группа единомышленников на собственные средства выпустила первый экземпляр издания. В 2013-м творческое начинание поддержал экс-губернатор Михаил Минь и помог издателям деньгами. Благодаря этому тираж увеличился в пять раз, появилась хорошая полиграфия. Качество текстов тоже на высоком уровне, впрочем, об этом судить читателю. Можно по-разному относиться к качеству текстов, к составу авторов, но пока они не опубликованы, говорить было не о чем. Поэтому, ну, как минимум, любая книга, а уж тем более как сборник рассказов, эссе и произведений молодых авторов, это, я думаю, начало хорошего разговора. Оформлением нового альмонаха занималась ивановская художница Ксения Новикова. Тематика речная и читается она во всем, даже в оформлении зала, где проводилась презентация. Гигантские картонные русалы, обитатели водного дна. Они женихи и верные товарищи русалок. На обложке изображена русалка. Она жительница Увыцкого водохранилища. Она живет на дне нашей реки Увыць. И она такая сонная, немножечко в дремоте, чуть-чуть потягиваясь, выплывает из этого Увыцкого водохранилища, что символизирует расцвет нашей ивановской литературы с появлением второго альмонаха Увыцкого водохранилища. Широка география авторов. Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Рязань, Иваново и другие города. По словам составителей, обособить кого-то сложно. Все произведения заслуживают своего читателя. Из наиболее известных авторов, пожалуй, Денис Осокин, лауреат кинопремии «Ника» и «Кинотавр» за сценарий к фильмам «Овсянки» и «Небесные жены луговых марий». Здесь три рассказа, новые ботинки, ожидания Ольги Сухарька. В какой-то степени это продолжение деревенской прозы, которая была популярна в 70-е годы. Но продолжение не в смысле там умирающей деревни, а в смысле того, что спасение от цивилизации и от ненормального сегодняшнего мира надо искать где-то в природе, где-то, может быть, в глубинке. Вот в этом смысл рассказов Осокина. И, мне кажется, его фильмы «Овсянки» они примерно о том же. Среди ивановских авторов Алексей Агапов, Виктор Ломосков и Наталья Мизонова. Комбинация более чем интересная. Литератор, шоумен и профессор кафедры текстильного дизайна. Так или иначе, это они, представители ивановской литературы сегодня. Я не знаю, что значит современная или несовременная литература. В принципе, бывает литература хорошая или плохая. Вот сейчас она вся плохая. Писать-то, наверное, начал скорее всего не потому, что считаю себя хорошим писателем, а потому, что все остальные недостаточно хороши. Еще хуже. Наверное, и так. Редактор и составитель этого номера «Альманаха» Дмитрий Фалеев. Ивановский писатель, лауреат премии «Дебют». По многому благодаря ему и журналисту Николаю Голубеву «Альманах» вышел в свет. И нельзя не отметить, что второй номер получился лучше первого. А это значит, проект развивается и начинает свое самостоятельное плавание. Увыцкое водохранилище отправляется в большой и увлекательный мир литературы.